Прошло уже 77 лет с того дня, когда войска НКВД, повинуясь указу Президиуму Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой СССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР, а 27 декабря 1943 года депортировали мой народ. 77 лет – это большой срок. С каждым годом остается все меньше свидетелей этой жуткой трагедии, а нынешнее поколение калмыков уже считает, что это случилось давно и не с нами. Каждый год 28 декабря, несколько дней до и несколько дней после этой даты мы говорим о ней, идем к памятнику Исход и Возвращение, размещаем на своих страницах в соцсетях траурные ленточки, а потом забываем, погружившись в подготовку к новогодним праздникам или погрязнув в других рутинных делах. Но последствия депортации калмыков все так же продолжают жить в каждом из нас, хотя бы в том, что я пишу эти свои мысли не на родном языке, стремясь быть понятым, земляками. Наши предки, находясь в адских внешеловеческих условиях, сумели сохранить свое национальное лицо, язык, культуру, религию, обычаи и традиции. Сумели бережно пронести их все 13 лет ссылки и передать своим детям. А вот их дети и внуки в большинстве своем забыли то, что делает их настоящими калмыками. В нашем повседневном общении родной язык представлен лишь обрывочными фразами, культура подлинная, национальная культура живет лишь за счет продвижников, не считающихся ни силами, ни со временем. Благодаря этому у нас создается иллюзия, что где-то в Яшкуле или в Киченерах еще говорят на родном языке, еще сохраняют обычаи и традиции и читают старинные калмыцкие молитвы. Да, это и есть, но лишь на уровне каких-то семей, число которых вряд ли превышает сотню. Кто виноват в этом? Политика? Государство? Нет, виноваты только мы с вами, живущие уже 77 лет своей республики, воспитавшие не одно поколение и не желающие быть собой, равняться на своих предков. Я уверен, что лучшей данью памяти погибшим в Сибири и погибшим задолго до нее за рад калмыцкую землю, каждая пять которой полита кровью наших предков, будет владение своим языком, бережное и трепетное знание и сохранение своей национальной культуры и нашей религии. Ведь только ради этого и силой этого выжили наши предки и подарили жизнь нам, видящим красное солнце и синее небо 21 века. Земляки, калмыки, если хотите быть достойными сыновьями своих предков, учите родной язык, знайте свою культуру, это лучшая память. Из статьи Геннадия Корнеева. Дорогие друзья, в год благодарности его святейшеству Далай-Лама в 14-м, приуроченной к 85-летию его рождения в рамках реализации проекта Центрального Курула в Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакемуни», сокровищница духовного наследия калмыцкого народа, издан альбом Далай-Лама в Калмыкии, от трех его визитов в нашу республику. Продажа данного издания производится в Калмыкии в Центральном Куруле. Средства от реализации альбома будут направлены на издание сутры «Алтунгерл. Калмыцкий и русский переводы».